Магистральный газопровод Силы Сибири по праву считался символом российского разворота на восток. Заключенный после многолетних переговоров в 2014 году, он должен был ознаменовать начало диверсификации поставок голубого топлива газкорпорации «Газпром» и снижение ее зависимости от милости Запада. Уже тогда звучали голоса сомнения, указывающие на неочевидную рентабельность данного проекта, но они не были услышаны. В 2021 году становится понятно, что сроки окупаемости силы Сибири очень серьезно растянутся. Трубопровод должен был соединить два газовых месторождения Восточной Сибири, Чаиндинская и Кавыктинская, с Китаем, поставляя в Поднебесную до 38 миллиардов кубометров в год после выхода на полную мощность. При этом следует учитывать, что Кавыктинское месторождение еще только разрабатывается. В настоящее время от него строится газопровод, да уже функционирующего Чаиндинского, длина которого составит 803 километра. Про ресурсную базу проекта мы подробнее поговорим чуть позднее. Зачем сила Сибири Пекину? Китай является одним из крупнейших в мире потребителей нефти, газа и прочих природных ресурсов. Спрос на энергоносители в Поднебесной растет. И наличие магистрального трубопровода напрямую из России. Когда нет стран-транзитеров, диверсифицировало бы риски китайской экономики на случай перебоев с поставками СПГ. С учетом ухудшения отношений с США, опасения Пекина не лишены некоторых оснований. С КНР все понятно. Но вот зачем сила Сибири России? К достоинствам газопровода у нас относят возможность выйти на растущий китайский энергетический рынок, а также реализацию ряда сопутствующих ему проектов, например, строительство Амурского газоперерабатывающего завода, одного из крупнейших в мире по мощности. Москва не пожалела на трубопровод 1,1 триллиона рублей при изначальной его оценке в 800 миллиардов. Но на этом позитив пока что заканчивается. Возникает все больше вопросов к перспективам коммерческой окупаемости данного проекта «Газпрома». Договор о поставках в Китай заключен на 30 лет. Конкретные условия контракта являлись коммерческой тайной. Однако шило в мешке утаить не удалось. Обычной практикой нашего национального достояния было заключение соглашения о поставках газа с привязкой к нефтяным котировкам с лагом по времени в полгода. Однако в данном случае топ-менеджеры газкорпорации проявили оригинальность, сделав привязку не к черному золоту, а к продуктам его переработки – мазуту и газойлю, с лагом не в 6, а в 9 месяцев. И это сделало свое черное дело. В коронавирусном 2020 году, помимо пандемии, мир столкнулся с последствиями шестинедельной нефтяной войны. В результате котировки черного золота поставили антирекорд, на какое-то время даже уйдя в отрицательную зону. Снизилось потребление не только сырой нефти, но и нефтепродуктов. Сейчас Россия вынуждена платить высокую цену за такие особенности экспортного контракта. В начале 2021 года в Европе тысяча кубометров газа стоило 257 долларов. В Азии, где нет столь развитой трубопроводной сети, за тысячу кубов СПГ давали уже 587 долларов. Для сравнения, голубое топливо, идущее из России по силе Сибири, сейчас обходится Китаю дешевле 120 долларов за тысячу кубометров, что по сегодняшним меркам буквально задаром. Коммерческой выгодой как-то не пахнет. Для понимания союзной Белоруссии мы продаем газ за 128,5 доллара за тысячу кубов. Голубое топливо, поставляемое в КНР из Узбекистана, обходится сейчас Пекину за тысячу кубов в 151 доллар, из Казахстана в 162 доллара, из Туркменистана в 187 долларов. Да, умеют топ-менеджеры Газпрома вести дела, ничего не скажешь. Умные китайцы сейчас в разы нарастили закупку халявного газа, стремясь запастись им впрок. И ведь никто не гарантирует, что это разовое время. Через некоторое время цены на нефтепродукты подрастут. Однако и Евросоюз, и США, и сам Китай сделали ставку на радикальное снижение потребления ископаемого топлива. В ближайшие годы повсеместно будут внедряться технологии получения возобновляемой энергии, количество электромобилей во всем мире станет только увеличиваться. Разумеется, о полном отказе от нефти речи не идет. Это ценный источник сырья для химической промышленности. Но объявленный и широко разрекламированный общемировой тренд на постепенное снижение потребления черного золота и продуктов его переработки уже едва ли можно остановить. А значит, со временем будет дешеветь и российское голубое топливо для китайских потребителей. Помимо всего этого, есть некоторые сомнения в том, что Газпром реально сможет исполнять свои контрактные обязательства перед Пекином. В отечественной прессе уже проходила информация о том, что ресурсная база силы Сибири была оценена неверно и оказалась меньше ожидаемой. При этом часть уже пробуренных скважин на месторождениях стали инвалидами из-за нарушения технологии и потому не могут выдавать требуемое количество газа. Получивший от Китая предоплату Газпром рискует капитально встрять, с чем некоторые наблюдатели связывают его активизацию по проекту «Сила Сибири-2». В рамках данного проекта между двумя трубопроводами может быть построена перемычка, и первая сила тогда будет запитана от проверенных месторождений. Вопрос по-прежнему в том, где тут выгода для России.